здравствуйте дорогие подписчики и гости канала сегодня речь пойдет о таком лекарственном растении как чабрец или же тимьян это его второе название традиционно из данного ролика вы узнаете ботаническое описание растения его другие названия виды химический состав а также правила заготовки травки а именно как правильно собрать засушить и хранить ее также друзья не забывайте о тайм-кодах расположенных в описании но теперь рассмотрим растения подробнее поехали чабрец или тимьян ползучий является многолетним растением которые относятся к семейству яснотковая это очень низкий кустарник стебли у которого могут быть либо прямыми либо ползучими их максимальная длина составляет от 25 до 40 сантиметров форма листьев чабреца варьируется они могут быть как округлыми так и удлиненными соцветия тимьяна напоминает по форме шарики цветовая гамма от темно-сиреневых почти фиолетовых до лиловых и розовых а вот пряный густой аромат ни с чем не спутаешь цветение приходится на конец июня начало августа у чабреца есть также плоды полсантиметра величиной орешки эллипсоидной формы чабрец растение не слишком прихотливое он растет в лесу лиловый ковер встречается в сепяхе на каменистых склонах практически по всей территории южной европы средиземноморья и средней азии другие названия чабреца следующие тимьян богородская трава чабер материнка малая верет жадобник боровой перец чебарка мухопал пемиамник в ботанике насчитывается более двух сотен разновидностей данной травы однако изученными наиболее часто встречающимися являются следующие виды тимьяна ползучий часто встречается в евразийских регионах обладает множеством целебных качеств широко применяется в официальной и народной медицине является прекрасным медоносом обыкновенный растет на северо-западной части средиземноморья на юге франции испании также в некоторых областях россии данная разновидность тоже используется в медицине для получения лекарственного растительного сырья холмовый является растением родиной которого считается за кавказье применяется в качестве источника айферных масел которые необходимы парфюмерной и консервной промышленности а также в сфере кулинарии колье основная часть флоры крымского полуострова продуктивный медонос имеет помимо этого и кормовое значение ранний растет европейских и кавказских местностях в основном используется в качестве декоративного растения чабрет скотчи растение за кавказье и ближневосточных регионов является пряностью также выступает в качестве лекарственного сырья маршала разрастать в европейских дальневосточных среднеазиатских областях кстати данный вид стоит на грани вымирания чабрец талиева права местом обитания которого считается северо-восточной частью европы и урал некоторых российских регионах растение донесено красную книгу дорогие подписчики гости канала поддержите видеоролик лайком а также подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующий выпуск который выйдет уже совсем скоро кстати напишите в комментариях о каком растении вы бы хотели увидеть подробный обзор теперь продолжим об удивительных свойствах чабреца было известно издавна однако лишь двадцатом столетии ученые смогли разобраться в особенностях химического состава этого растения обладающего невероятно биологической активностью что касается энергетической ценности тимьяна то 100 граммов сухого сырья содержится 276 калорий состав питательных веществ выглядит следующим образом 9,11 граммов белков 7,43 грамма жиров и 63,94 грамма углеводов в химическом составе чабреца присутствует весь спектр витаминов и минералов которым эта удивительная трава обязана своими целебными свойствами также в этом удивительном растении содержится эфирное масло насыщенное этим молом и карвокровом первый из них вещество с мощнейшим антисептическим действием обладающие бактериоцидными свойствами в свою очередь карвокров способен расправляться с патогенными бактериями влияющими на микрофлору кишечника и обладает внешним противовоспалительным действием кроме того в составе чабреца присутствуют пигменты флавоноиды дубильные вещества обладающие кровоостанавливающими и вяжущими свойствами а также кепатопротектор алианоловая кислота которая также способна оказывать противовирусное действие является тонизирующим средством также следует упомянуть о прусаловой кислоте веществе которая помогает поддерживать в тонусе мышцы рекомендовано при сбоях в работе эндокринной системы и при замедленном метаболизме самые ценные вещества накапливаются в траве в период цветения поэтому важно не упустить время сбора чаще всего для заготовки сырья используют чабрец ползучий собирая траву в период цветения срезая ножом или ножницами верхнюю часть растения соцветиями южных регионах сбор может начаться уже в мае более прохладным климате растения цветет в августе слушать чабрец либо под навесом на скрытом воздухе либо закрытом помещении достаточно вентиляцией хорошо подходит для этой цели чердак запомните следующее лечебные свойства чабреца утрачиваются при попадании прямых солнечных лучей поэтому при сушке травы на балконе нужно создавать затемнение для тщательного просушивания траву раскладывают рыхлым слоем периодически ее ворошат если при ворошении листики и цветы начинают отваливаться сушку можно заканчивать для хранения отбирают только цветы листья и мелкие ветки грубые стебли выбрасывают траву хранят в плотных деревянных коробках или стеклянной парфоровой талии из-за ярко выраженных ароматических свойств чабрец лучше хранить отдельно от других лекарственных растений полезные свойства стимьяна сохраняется на протяжении двух лет при более продолжительном хранении процент эфирных масел значительно уменьшается травники все же рекомендуют обновлять сырье ежегодно дорогие подписчики и гости канала надеюсь данный выпуск был для вас полезен в следующем ролике расскажу о полезных свойствах и противопоказаниях чабреца не забывайте ставить лайки и подписываться на канал пока